Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Рынок снова рухнул. Такие привычные в этом году слова. Вот такая красная свеча получилась. Перед этим мы довольно долго двигались во флете, поэтому какое-то движение все ожидали. Лично я в это время вообще вышел в доллар, потому что ситуация была неопределенной. Обычно, если ситуацию я не понимаю, я вообще в рынок не лезу. Сразу говорю, в этом видео будет только однозначный прогноз. Не будет никаких, может вверх, а может вниз. Для этого есть другие блогеры, все мы знаем о ком я говорю. Я выскажу свое мнение, это не финансовый совет и мой прогноз может не оправдаться. Я это прекрасно понимаю и надеюсь вы тоже. Поехали. Давно я не занимался техническим анализом, на сегодня это исправлю. Это сайт TradingView. У меня часто спрашивают, иди, а на каком сайте ты смотришь графики? Вот на нем и смотрю, ссылочку оставлю в описании. Это пара Bitcoin-Dollar. Как мы видим, осцилляторы показывают нейтральное настроение. А все остальные индикаторы советуют продавать. Перейдем к графику. Выглядит это все очень непрезентабельно, но лишь потому, что я уже анализировал ситуацию до записи этого видео. Прежде всего, сразу бросается в глаза то, что волны становились все меньше и меньше. Это продолжалось до тех пор, пока дневные свечи не стали совсем маленькими. Посмотрите, как красиво мы топтались на 21-дневной среднескользящей линии. Очевидно, такое спокойствие должно было закончиться резким движением. Что и произошло. Если судить по индикатору ADX, который находится очень низко, этот локальный тренд очень слаб. Но я уже не раз замечал, что подобного рода снижения редко заканчиваются одной свечой, а особенно в треугольниках. Поэтому даже несмотря на этот индикатор, основную цель для медведей сейчас я вижу на уровне 6100 и даже 5900 долларов за биткоин. После чего будет отскок. На этих уровнях я бы с удовольствием закупился. Кстати, еще один индикатор MACD показывает бычий сигнал, но он очень слаб. Что касается Fibonacci, пробитие произошло как раз на уровне 38%. По Fibonacci тоже есть возможность у биткоина увидеть отметку 6100 долларов за монету. А далее будет отскок до 6800 долларов. Поэтому по 6100 я закупаться точно буду. Но это не финансовый совет, это всего лишь мои манипуляции, которыми я решил поделиться с вами. Что касается истории, обычно в октябре начинаются очень большие движения биткоина. Поэтому, исходя из технического и исторического анализа, у меня есть большое подозрение, что скоро мы увидим что-то похожее. В любом случае, я надеюсь, что я в своих анализах не ошибся. Но даже если эти прогнозы не оправдаются, я все равно буду спокоен. Потому что торгую небольшой частью депозита. При этом эти деньги не страшно потерять. Потому что я на них не горбатился. Эти средства я получил практически из воздуха. Инвестируя и торгуя ранее. Это, кстати, еще и совет, как спокойно переживать потери, падения рынка и все остальное. Просто торгуйте деньгами, которые вам не страшно потерять. Как бы там ни было, я уверен, что после этого падения будет отличный отскок, на котором я успею неплохо заработать. Чтобы моя уверенность в будущем взрыве биткоина укрепилась, я наблюдаю за движением цены. Когда биткоин пробьет основную большую линию тренда, и при этом это не будет ложным пробоем, вот тогда я буду уверен на все 99%. Речь идет о желтой пунктирной линии. Ее пробивать нужно, если мы хотим увидеть большие движения биткоина вверх. А пока что консолидация находится на уровнях 6100 и 6800 долларов за один биткоин. Именно ближе к таким уровням я бы рекомендовал покупать и продавать биткоин. Последний вопрос, который у меня остался, это готовы ли вы к будущим движениям биткоина? Я хочу провести народный опрос среди вас. Это будет так называемый народный индикатор. Пишите в комментариях, вверх или вниз пойдет биткоин по вашему мнению. Чем больше комментариев будет, тем точнее получатся результаты народного индикатора. Лично я склонен, что достаточно скоро начнется огромный рост. К примеру, Church House Research обещает рост уже к Рождеству. Это те самые ребята, которые присылают мне всякую закрытую информацию. И наконец, меня зовут Богатейший Ди. На самом деле, ребята, я очень рад, что могу уже делать ежедневные видео. Меня это очень радует. Также я не сижу сложа руки. Сейчас мы работаем над другими проектами. Один из них я скоро вам покажу. Надеюсь, что вы меня поддержите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.